Всем огромный привет! Меня зовут Тоня, и вы на моем канале Верьемина! Сегодня я подготовила для вас бескомпромиссную тренировку, которая не оставит никаких шансов жиру внизу живота. Сегодня мы с вами хорошенечко попотеем, сожжем очень много калорий и укрепим мышцы всего тела, чтобы наша фигура выглядела подтянута, молода и свежо. Конечно же, не забывайте про дефицит калорий. Дефицит калорий достигается питанием и вот такими вот жаркими тренировками, на которые мы будем сжигать много калорий. А для того, чтобы новые бесплатные тренировки выходили на моем канале регулярно, я вас призываю поставить лайк, это меня очень мотивирует. А также обязательно пишите в комментариях, вы уже подготовились к лету, и какие купальники вы заказали, открытые или закрытые. В жизни иногда случаются ситуации, когда необходимо сделать укол. Многие лекарства, витамины, минералы быстрее всасываются через кровь. Однако, не все из нас имеют медицинское образование, и когда нужно поставить укол самому себе или кому-то близкому, могут возникнуть трудности. К счастью, есть специальное устройство, с помощью которого можно сделать укол быстро и просто. Это автоматический инъектор Спасилен, новинка, разработанная специально для спортсменов, так как в комплект входят шприцы для растворов повышенной плотности масла или суспензии. Инъектор Спасилен полностью автоматический. Нужно вставить шприц раствором в инъектор и нажать на кнопку. Далее инъектор все сделает сам. Введет иглу на необходимую глубину и выдавит содержимое шприца. После завершения процедуры шприц автоматически отщелкивается. Не забудьте промыть инъектор после каждого применения. Очень полезное устройство для спортсменов и не только. Его легко взять с собой в зал или в поездку, особенно сейчас сезон отпусков. Можно обойтись без посторонней помощи и лишних нервов для укола. Если вы регулярно сталкиваетесь с необходимостью делать уколы, то лишним точно не будет. Ссылку на инъектор Спасилен оставлю в описании под видео. Переходите и сделайте необходимые процедуры удобнее. Ну что, мои спортсмены, готовы стать еще лучше? Тогда я включаю таймер и мы с вами начинаем с первого упражнения. Бег за хлестом. Руки на ягодицы. Побежали. Пятки выше-выше. Для новичков быстренько расскажу, что у нас здесь вообще происходит. Итак, сегодня мы с вами занимаемся 4 упражнения кардио и 4 упражнения на пресс. Также напоминаю, что лишний жир не убирается в одном месте, где нам этого хочется. К сожалению, жир уходит равномерно по всему телу. И упражнения на пресс нужны нам для того, чтобы сделать классный крепкий мышечный каркас, который будет держать ваш живот, чтобы он не вываливался вперед. Ставим по себе скручивания на пресс. Не помогают избавиться от лишнего жира, а помогают именно вот такие вот активные движения. Готовимся дальше. Сейчас продолжу. Четыре бега. Раз, два, три, четыре. Выпад вправо. Бок, таз назад. Колено не выходит за носок. Раз, два, три, четыре. То же самое в другую сторону. Делаем. Так вот, жир убирается только при одном условии. Десицит калорий. Как он достигается? Питанием, конечно же, и активными тренировками. Чем больше калорий мы сжигаем на тренировке, тем круче наш результат. Главное потом это все обратно не наесть. Отлично. Приступаем к следующему, к третьему кардиоупражнению, которое помогает нам бороться с лишним жиром. Приготовились. Итак, солнышко и два. Кика вперед. Прыгаем. Сжигаем калории. На таких классных тренировках мы не только сжигаем калории, и это помогает нам избавляться от жира, но и укрепляем мышцы всего тела. Кстати, именно мышцы рисуют наши красивые пропорции и помогают телу выглядеть подтянуто и молодо. И последнее кардиоупражнение. Выпады назад. Правой ногой широкий шаг назад. На выдохе вверх. То же самое в левой. Делаем. Активнее. Покажу сбоку. Не бойтесь поставить ногу подальше, иначе у вас получится какой-то недовыпад непонятный. Прям подальше. Упор всегда на переднюю ногу, на пятку. Спина ровная, лопатки свели, плечи опустили. Отлично. Теперь опускаемся вниз. Переходим к четырем упражнениям на пресс для красивого плоского рельефного животика и кубика пресса. Итак, руки под ягодицы. Таз вверх. Плавно-плавно вниз. Опускаем сначала поясницу, только потом таз и ноги. Поясница не отрывается от пола. Мышцы живота напряжены. Выдох. Вдох. Очень медленно вниз. Таз не бросаем. Как раз в этом вся изюминка этого упражнения. Есть, молодцы. Следующее упражнение опускание ног. Никуда не уходим, остаемся на том же месте. Ноги вверх. Опускаем на выдохе максимально низко, пока поясница не отрывается от пола. А обратно. Напрягаем мышцы живота. Если вы не будете их осознанно напрягать, то тренировка, я считаю, будет бесполезна. Учитесь чувствовать свои мышцы и контролировать свое тело. Есть, молодцы. Следующее упражнение велосипед. Сейчас будет жарко. Руки за голову. Скручиваемся влево. Право, поясница прижата к полу. Пресс напряжен. Изо всех сил. Никто не придет, не будет за вас его напрягать. Это ваша ответственность, ваша работа. Почувствуйте, где у вас вообще есть мышцы. Что это такое, как они напрягаются. И это даст вам огромный буст в ваших результатах. Есть, молодцы. Последнее упражнение на пресс. Жук. Продолжаем лежать. Лапки вверх. По диагонали выпрямляем правую ногу, левую руку. Теперь наоборот. Пресс напряжен. Поясница прижата к полу. Если чувствуете, что хоп, поясница начала отрываться, здесь образовывается такое дурацкое пространство, значит, вы делаете упражнение неправильно. Лучше делать небольшой амплитудой, опускать ноги совсем не так уж и низко. Зато делать правильно, это будет гораздо безопаснее и эффективнее для вашего тела. Молодцы. Поднимаемся вверх. Переходим к четырем кардиоупражнениям. Первое из них четыре вертикальные скручивания. Право. Раз. Два. Три. Четыре. Влево. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Еще. Не ленитесь. Кто хорошо пашет на тренировке, тот получает лучший результат. Есть. Закончили. Следующее упражнение. Берпи солнышко. Сейчас попрыгаем. Итак, прыжок солнышком вниз. Снова прыжок солнышком вверх. Повторяем. Как можно быстрее, но делаем в своем темпе. Если очень тяжело, переходим на упрощенный вариант, но продолжаем двигаться. Два. Есть. Молодцы. Двигаемся дальше. Упражнение дровосек. Оно придумано нам для отдыха. Итак, руки вниз. Право. Поворачиваем мышцы между водой. Напрягаем. Право. Вниз. Лево. Руки вообще расслаблены. Просто летят. По инерции. Вся работа мышцами живота. Есть. Умнички. Далее. Снова очень прыгательное упражнение. Шаги в планку и солнышко. Итак, следим за руками. Солнышко. Шаги в планку. Снова солнышко. Обратно. Повторяем. В планке пресс напряжен. Спина жесткая. Когда прыгаем, вот так не проваливаемся. Не расслабляем живот. Не расслабляем живот. Напрягаем. Есть. Молодцы. Далее. Далее нас ждут 4 упражнения на пресс. Падаем вниз. Скалолаз. Самый обычный. Встаем в планку. Напрягаем мышцы живота, чтобы у нас вот так попа вверх не торчала. Напрягаем. Подкручиваем. Поехали. В идеале кисти должны быть под плечами. Проверяйте себя, чтобы вот так слишком далеко руки не стояли поближе к себе. Есть. Молодцы. Далее немного усложним это упражнение. Скалолаз. С разворотом. Итак, снова встаем в нашу любимую планку. Ногой левой влево. Медленно поворачиваемся вправо через низ. Перехватываем. То же самое в другую сторону. Пресс прям напряжен. Это очень мощное упражнение, если делать его правильно. Напрягаем пресс. Если вы его расслабите, то у вас таз поднимется вот так вверх, и вы не почувствуете никакой нагрузки, кроме нагрузки на поясницу. Есть. Просто умнички. Далее у нас медведь. Встаем на четвереньки. Далее из этого положения поднимаем таз вверх. Пресс напряжен. Качаемся вверх-вниз, вверх-вниз. Ноги на пол, не упираем. Напрягаем мышцы живота, чувствуем, как они работают. Вот именно прессом выталкиваем вверх. Вверх. Есть. Отлично. Это было тяжело. Не спорю. Но мы с вами это сделали. Переворачиваемся, садимся. Кисти по направлению к себе поднимаемся, держим себя на руках, скручиваясь на выдохе, касаемся носка в обе стороны. Стараемся именно корпусом скрутиться вперед. Так работают мышцы живота. Больше корпусом. Есть. Молодцы. Далее. Встаем. У нас снова 4 активных жиросжигающих упражнения. Прыжки-ножницы. Итак. Право. Лево. Право. Лево. Бодрее. Не жалейте калории. Пусть все лишнее уходит. Кстати, вот поэтому очень важно заниматься в кроссовках. Потому что у кроссовок мягкая подошва, и она гасит ударную нагрузку на суставы. Особенно на колени, на позвоночник. Поэтому, если вы занимаетесь босиком, рекомендую найти беговые кроссовки. Молодцы. Далее солнышки, вертикальные скручивания. И так, солнышко, скручивание, скручивание. Делаем. Приезд напряжен. Есть! Просто умнички. Вы посмотрите на себя, какие вы прекрасно потные. Двигаемся дальше. Приседания и скручивания. Итак, поехали. Вниз, на выдохе вверх. Касаемся носка. Вдох. Выдох. Пресс напряжен. А поактивнее. Отлично, молодцы. Последнее такое кардио-упражнение. Бег на месте. Приготовились. Ноги в руки. Побежали. Быстрее, 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 быстрее. Еще. Прям быстро бежим. Догоняем автобус. Давайте, еще, еще, еще чуть-чуть осталось. Не догнали. Замедляемся. И ничего, следующий приедет. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Чтобы не кололо в боку, надо, чтобы вдох был длиннее, чем выдох. Отлично. Теперь мы с вами будем побеждать планки. В том числе боковые, поэтому падаем вниз. Встаем в низкую планку на предплечье. Выдох. На вдохе поворот влево. Выдох. На вдохе вправо. Выдох. Пресс напряжен. Как скала. Просто вообще ничто не пробьет этот железный пресс. Есть. Отлично. Теперь скручивание в боковой планке. Я знаю, многие из вас ненавидят боковую планку, но мы ненавидим то, что у нас плохо получается. И прямо сейчас мы с вами поработаем, чтобы у нас все стало получаться. Вдох. На выдохе нырок вниз. Скручиваемся. Пресс напряжен. Держим себя. Это только поначалу. Планки такие страшные. Стоит их поделать. Как наше тело укрепляется, улучшается. И становится легче. Гораздо легче. Можно хоть спать в ней, хоть есть. Что угодно делать. Фильмы смотреть. Прекрасно. Ничего не бойтесь. У вас обязательно все получится, если вы будете работать. Отлично. То же самое сделаем в другую сторону. А то что мы только с одной стороны красивые будем ходить. Готовы? Поехали. Вдох. Выдох. Бег никогда не даст вам такого рельефа живота, рук, спины, как вот такие функциональные тренировки. Да, бегом, обычным бегом можно тоже сжигать калории. Но вы не укрепляете мышцы всего тела, а именно мышцы дают красивое очертание фигуры. Поэтому гораздо выгоднее делать именно такие тренировки. Но если вам нравится бегать, то, конечно, пожалуйста, это только плюс. И последнее. Финальный босс. Просто статическая планка. Давайте мы сможем. 35 секунд встаем. Пресс. Напрягли. Таз опустили. Следите, чтобы у вас не проваливался вот так вот таз вниз. Даже мне больно. Напрягаем пресс. Держим. Не расслабляемся. Еще чуть-чуть. Я знаю, что вы можете. Это просто в вашей голове. Эти слабости, этот голос, который шепфит. Давай, упадем. Не нужно его слушать. Вы сильнее. Есть. Вот и все. Отлично. Вы большущие молодцы. На этом наша тренировка завершена. Это было жарко. Как я и обещала, мы сожгли сегодня с вами много калорий. Я сожгла 180 калорий. Но потому что я маленькая, худенькая, поэтому я сжигаю мало калорий. Обязательно напишите в комментариях, сколько калорий сожгли вы. Кто-то и 200, кто-то 250, а кто-то даже и 300. Все очень индивидуально. Я желаю вам огромной удачи. Не забывайте про дефицит калорий. Встречаемся на следующей тренировке и похлопаем себе. Спасибо. Спасибо.